АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, как у нас работа? Молодцы! Есть, конечно, вопросов много, замечаний, работать мы большими, огромными шагами, темпами, но мало мы занимались этим спектаклем, сколько, если учесть всем составом, можно сказать, репетиций 8, наверное, где-то так. Если бы таковым, как говорится, больше времени всегда хочется, да? Всегда хочется, чтобы было лучше, всегда хочется, чтобы было качественней, но будем стараться, будем делать. Сейчас, если у вас есть какие-то вопросы, можете сказать, можете какие-то замечания именно лично сделать, как зрители, потому что у меня совсем другие в нем вопросы. И мы потом сейчас остаемся и моменты доделываем, изменяем, меняем, усовершенствуем на завтра. Нет. Вот самое главное, я скажу, здесь главная, ну, это громко говоря, главная роль, но несет всю суть спектакля, это я. Этот бог историй, уверенно громко, ставит точки конкретные, теперь ты комедия, ушел, как гром, прям с молнии, да? Вот должно быть такое, но мы с Яном пытаемся, но на репетицию он выдает, а здесь немножечко что-то куда-то ушло, да? Вот, Ян, давай уберем это состояние, давай это сделаем, ну, назад дороги нет, верно? Есть только вперед, вот вперед сделай и сделай тембральный, голосовой, увереннее, ты же можешь, громкий голос, ты, когда мы тут балуемся, у нас есть пауза, репетиции, ты же тут такие голосовые связки включаешь, да? Вот такими надо работать звуками, это китус этот, который, он несет всю информацию, он должен все полностью везде знать, вот это сюда, ты здесь, ты там, точки ставят конкретные, впредительные, а вот. А к покинем вопрос есть? Вот, мне можно, не все акценты, где-то чуть медленнее не тарахтить, и чуть погромче, чтобы слышно было зрителю, потому что я, например, ну, тут сидя, не все слова четко слышно. Ну да, это будет там завтра большой зал, то, чтобы люди вас услышали. Да, ну, как бы, как и к Яну, вот, к тебе, к которому, чуть громче, вас плохо слышно, не все слова понятны. Да, да, да. Хотя, в условиях я сказал, чтобы нам поставили 8 микрофонов, вот так, и они будут... Ну, от того, что они будут громко говорить, это же не значит, что они будут говорить четче. Понятно. Да, то есть, надо как бы, чтобы четкость была. Вот девчонки, Лиза, и вот девочка, Ева, да, вот они говорят громко и разборчиво, каждое слово понятно. У вас просто слов с Яном много, и хочется, чтобы они были зрителю... И есть ощущение, что у Кати немножко она говорит как речитативно, вот так, хочется мягче, да? Вот, допустим, в первой части мне больше нравится как-то эмоционально, а тут больше как вот просто выученный в школе текст. Ну, это, по-моему, все касается, нет? Нет, ну, просто как бы, если вы спрашиваете, то завтра выступай, просто, чтобы они чуть-чуть почетче говорили, чтобы их было понятнее зрителю. Я чуть-чуть бросил из глаза то, что вот если, ну, кроме, скажем так, кроме выступления, какие-то перешептывания между собой есть. Ну, это да. Это так и должно быть? Нет, 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 в первой части да. Типа там что-то кому-то подсказывает, ну, давай там, там, или еще. В первой части да, они пытаются сыграть на этих картах. Нет, я понимаю, когда это должно быть. Во второй части нет. Что там вот эти там какие-то подсказки друг к другу, ну, там, я же думаю... И ты будешь ставить микракомоны? Да. Ян, Ян, говори, Ян, говори. Да, 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 вот что-то типа такого. Ну, вы услышали? Лево. Как с автором в тексте? Что, нормально? Вам все понятно? Чудесно. Если все будет четче, то... Если будет четко, то вам все понятно. Еще вопрос глаз. Вот когда на середину выходят, то есть не сразу прятать глаза, а немножко задержать те взгляды. Уверенность. Ну, уверенность, это репетиции. У нас очень мало репетиций. Коллективно, то есть прогоны, но если учесть все прогоны, которые были чисто, с костюмом это третий раз, а не только. Ну, это мало было репетиции. В общем, это только из-за этого. Вы можете взрослые девчонки поправить. Яну, например, там, смотрю девочек там. Да, да, последить. Да, взрослые девчонки шутки. Потому что это одним треком, с паузами стоит. Вообще, это для вашего удовольствия. И Роману Викторовичу тоже, как бы, для удовольствия должно быть. Они так, как вы, где сейчас стоите, как наказанные. Поэтому это вам опыт и все. Это не думайте, что на жизнь, не на смерть. И нас там не будет, не ищите нас глазами, как бы. А те, кто будут в зале, это общая масса. Там Роман Викторович расскажет, как на них обращать внимание или не обращать. Я уже говорил, как нам нужно смотреть в зал, да? Да. Все хорошо. Добрый день. Я хочу передать привет моим маме и папе. Милене Игоревне и Леониду Захарову. И всем моим одноклассникам. Школа номер 93, Запорийская гимназия. Передаю привет всем моим родственникам. Маме Оле, папе Диме, бабушке Вике, бабушке Лине, дедушке Саши, дедушке Миши. Я вас очень люблю. Всем привет. Блин. Всем привет. Меня зовут Валерий. И я передаю привет своим маме, папе, бабушкам, дедушкам. И, конечно же, моему третьему В. И моим друзьям, которые живут возле меня на Солнечном. Всем привет. Я передаю привет всей своей семье, а также друзьям номер 2 школа. Всем пока. Всем привет. Я хочу передать привет моей маме с папой и бабушке с дедушке Мася и Валю. Всем привет. Привет. Я хочу передать привет маме, папе, дедушке, бабушкам, крестной, дяде. А также большое спасибо Роману Викторовичу. И номер 98 школы. Всем привет. Я хочу передать привет маме, папе, бабушке, тете, дяде. И также своей гимназии номер 8. Я хочу передать привет всем своим родным, а также одноклассникам школы номер 23. Я хочу передать привет.